ДИСКЛЕЙМЕР По данным Всеукраинской автомобильной ассоциации, за прошлый год на авторынках страны лучше всего продавались кофе и сигареты. Итак, представьте один из украинских авторынков. Ваша машина? Моя. Что-то я смотрю, а где у нее глушители? Да здесь нет глушителя. А, потерял. Да, сейчас дороги такие. Я сам недавно в яму въехал, четыре колеса оставил. Да где четыре? Пять, запаска тоже там. Бензин какой льешь? Да нет, здесь бензина, он не нужен там. А, дизель, да? Неа. Газ? Неа. Трос? Неа. Что, ногами вот так расталкиваешься, что ли? Да нет, это электромобиль. Что? Ну, электрокар. Новые технологии. Дорога в будущее. Не, братан, в Украине одна дорога в будущее. Это трасса Киев-Борисполь. Понимаешь? И потом оттуда еще до будущего лететь надо, понял? А что я решил продать? Да, мелочи. Что-то с электрикой. Мелочи. Ну, ничего, братан, успокойся. Продашь и забудешь, как страшный сон. Хотелось бы. Я вот свою первую машину, что у меня тогда, Порш был. Продал лоху конкретному и забыл. Ух ты, первая машина была Порш? Не, машина была Шкода, но продал я ее лоху конкретному. Ого, идет владелец драндуровера. Здорово, мужики. Здорово. Ну, шо, погреться не хочете? А шо тут у тебя? О, с утра уже кофе с коньячком? Без, без кофе. Молодец. Ну шо, моей ласточкой кто-то интересовался? Ты шо, ажиотаж. Да ты шо? Да. Ще же идет программа по утилизации автохлама. Твою ласточку по всему Киеву ищут. Какие автохлам? Все, между прочим, раритет. Правильно говорить, раритет. Полный раритет. Понял? Вот скільки ваша машина стоит? 60 тысяч. Так, це в долларах. Это в долларах. И че себе? Да я б за такие деньги дом купив, де я хочу. Жинку внив би, як вона хоче. Долг отдав би, як банк хоче. Остальные 59 тысячи и на депозит би поклав. Красава. Вот кого в премьеры нам надо. Моя машина такая дорогая, потому что она самая экологичная в мире. Не-не-не, братан, по экологии первое место у Таврии. Серьезно? Да. А если ты где попала, гнезда не вьют? А в моей машине столько электроники. Вот она может определить состояние водителя. Если выпила, она даже не заведется. Прикольно, да? Шо тут прикольного? Ни на охоту, ни на рыбалку. Я б с горожаной выехал. А еще, там такая программа специальная есть, которая знает все открытые люки и ямы города. Да, только не успевает обновляться. Не-не, братан, я вот себе поставил пневматическую подвеску, теперь открытые люки, как по автобану проезжаю. О, це прикольно, конечно. Бо я вчера на оболоне в люк въехал, так выехав теки на Печерске. О, чуйте, а вот вы такие в машинах, да, разбираетесь. Да. Вот скажи, шо мене з моей машиной зрубить, а? Клубу делай. Вот так крышу срезаешь, земли насыпаешь, цветочки высаживаешь и к ресторану ее. Да не, я серьезно, ну не знаю, там шумоизоляцию поставить. Нафига шумоизоляция к лумбе? Дешевле будет без шумоизоляции, братан. А если хотите еще больше сэкономить, берите электромобиль. На 100 километров будете тратить всего 8 гривен. О, то это круто. А сколько она у вас заряжается, а? Всего 8 часов. Всего 8 часов? Это если я в Харьков мотануться хочу, это сколько мне надо? Всего неделю. Всего неделю. Нет, можно, конечно, и за 6 дней управиться, но тогда нельзя радио слушать и фарами моргать. Я раз моргнул, что там менты, и потом еще 50 километров толкал. Не, машина должна быть комфортная, понимаешь? Я вот так вот раскладываю сиденья, с женой там, от ребяток своих прячусь, и мы там молодость вспоминаем, понял, да? Мы тоже как-то с моей женой попробовали в нашей машине этим заняться. Так жену как киротнет. Я ее еле от торпеды отодрал. Вот-то я думаю, можно и мои предложить, а? Да не, братан, у тебя машина маленькая. Попробуй пока сам. Не, ну, сам-то я пробовал. О, можно куму предложить, а? Предложи. Я прошу прощения, а что это у вас такая коробочка интересная? А, да это малому купил конструктор, чтобы развивался там, знаешь, что-то он мультики смотрит, тупеет. Вот-то прикольно. Я вот-то в детстве все время тоже конструкторы любил. Я, наверное, по этому табрю и купил, что, знаете, люблю там собрать, разъебрать там. На, развивайся. О, спасибо. Чё это, я вот-то дыблюсь, у вас 4 восьмерки номер. Это вам так случайно при регистрации попало? Да, вот такой я фартовый. Нет, это хорошо, конечно. Бо я чувствую, знаете, что люди некоторые по 20 тысяч за такие номера платят. Вы представляете, кем надо быть дебилом, чтобы 20 тысяч видать за 4 цифры? Ну, это идиоту надо быть вообще, конкретному просто дебилу. Да. Дай сюда. Тут 7 лет, тебе ещё рано. Да, людей мало сегодня что-то. Да, в торговле не будет. Ладно, мужики, поеду я, наверное, давайте. О, подождите, ну, пока вы не поехали. Можно я на фоне вашей тачки сфоткаюсь? Ну, для интернету там, попаткуваться. А, подтануться? Ну, давай, давай. Чё нет? А ну. Только так, давайте, чтобы я типа колесо держу. Ага. О, есть, есть. Можете на фоне моей тоже сфотографироваться? Да я ж хочу, чтобы подумали, что я крутый, а не больный, правильно? О, слышишь? А ну давай и я на фоне твоей сфоткаюсь. Давай. Тоже для интернету? Не, я для налоговой. То, что надо. Ну, всё, мужики, поехал я. Давайте, будьте осторожны на дорогах, потому что сейчас менты за непристёгнутый ремень. Что, прям вот так вот? За что, им же по закону разрешили? Ну, наверное, как всегда, откупиться можно, да? Так как ты откупишься, они же на видео это всё снимают. Они всё уже и на видео снимают. Так, короче. Ну, и вот всю клумбу в баню. Сегодняшний день я пешеход. Ха, молодец. Давай. Давай.